Ну и здесь приятно работать, потому что здесь какое-то движение не нужно. Здесь работает наш отдел коммуникаций. Пожалуйста, пожалуйста. Здесь два класса. Это где-то на 45 человек. И вот здесь, второй, это человек на 35. Две аудитории. Они шумоизолированы. Если вы сейчас закрыт дверь. Абсолютно не слышно, да? Если закрыть штору, то это шумоизоляция до себя 95-98%. Плюс, если закрыть штору, то здесь очень комфортно проводить какие-то тренинги. А квадратура какая здесь? Во всех зонах у нас стоит зонированная система вентиляции, отопления, кондиционирования. То есть в каждой зоне она включается отдельно. Кондиционер, вентиляция и отопление. Плюс, каждая зона имеет свою автономную систему звука. То есть можно включить звук только здесь, или на две аудитории, или на все пространство, или на три части, ну и так далее. И здесь еще стоит плазма, телевизор, а там проектор экран, проектор вот висит, и плазма. Для ориентации так или так. Здесь нет такой ориентации, здесь ориентация только на плазму. Здесь обычно стоят стулья в такой рядочек, вот как там. Шесть на шесть где-то примерно, они обе примерно одинаковые аудитории. Я, нет, а чуть-чуть поменьше. У вас есть флайер с планом, там вы детали не увидите. Гости на кухне могут сами у вас, что хотеть, то и делать, да? На кухне, нет, не гости, комбортеры, резиденты могут здесь кушать, могут разогревать микроволновки, пользоваться холодильником и делать чай-кофе. Тех посетителей мероприятий могут пить чай-кофе, здесь организовываются кофе-преки. Это доступно для резидентов, для людей, которые здесь работают. Молодой человек здесь работает, не знаю, что делать, но есть переговорная комната в Сюрих. Это переговорная, да? Да, ну она закрывается, там, если обратить внимание, на стене вот вчера там что-то планировали. Есть основной зал Лондон, это вот первая аудитория, здесь в этом зале обычно сидят у нас резиденты, сейчас в связи с ремонтными работами часть резидентов принесли в Сиэту. Здесь вот это все, это спорезия, в которой работают люди обычно. Сейчас закончатся ремонтные работы и идут все. Либо здесь проводится мероприятие, ориентированное либо вот сюда, здесь там, сзади есть экран, куда светят проекторы. Либо, где-то здесь палка для проектора. Либо ориентированного бы туда, проекторы, в той части экрана. Это зал, который я показывал, ну и про это. Есть еще три этажа там, в музее. Идем дальше. Это такая гардеробная, импровизированная. У нас нет гардеробной, это дешелки. Мы не несём ответственность за сахарных вещей, но обычно здесь не воруют. Камера встает. Это второй этаж. Этот этаж может где-то, где-то конкретно. Здесь проходят большие компятия, до 170 человек. Добрый день. Ну, где-то 150 достаточно комфортно, больше уже нет. Либо здесь можно зонировать, закрыть шторками ту зону, и просто в той зоне проходят события. А здесь там кофебрейки и еще что-то. Вот здесь проходят большие события. 150-170, да? Да. Теоретически... А тут квадратура какая у вас? Вот в том же файле есть площадь. Я просто на память не помню. Я здесь отвечаю за тесть с планом. 180 человек. Я не знаю квадрат. Ну, вот здесь вот вы видите, вот это второй этаж. Теоретически большая зона у нас только третий этаж. Если объединить все комнаты, вот эти залы, куда мы заходили, там стенки сдвигаются. И это будет единый зал с двумя колоннами за пацаном. Иногда мы так делаем, но достаточно редко. Потому что это требует больших организаций. Это гостиная. Здесь... Здесь... Это больше работает как антикафе. Здесь многие люди сидят, работают целый день. Но иногда люди приходят на несколько часов, на один день. На третьем этаже это в основном люди... Не в основном, а там люди, которые работают там. Будут месячные абонементы. И некоторые работают уже по два года. Здесь проходит очень много мероприятий. Вот вчера... Что здесь Макс практически делал вчера? В понедельник была лекция путешествия. Ага. Вот. Здесь есть книги. Здесь есть фильмы. Здесь есть библиотека. Здесь есть небольшой магазин. Купить книги. Здесь есть чай-кофе. Здесь есть фото. И есть еще... Андракф. Можно не закрывать. Андракф это такая зона, которая больше посвящена работе с молодежными проектами. Вот сейчас здесь что-то проходит. А хост Дима? Нет, просто Миша вышел. А, Миша вышел. Ну вот сейчас... А ты не знаешь, что это проходит? Что это проходит? Честно, это не знаю. Я не слышала. Это какая-то, видимо, молодежная организация. И вот там проходят семинары, тренинги и так далее. Может несколько решать. Есть еще один замок. Человек на 30. Вот. И есть хаблап. Это просто учебный замок. Это лаборатория. Добрый день. Со всякими такими... Это Александр, который сейчас скажет, что здесь отправляется. Здесь есть пластинная порядка. ЧПУ-установ фрезерный. Ну, 3D принтеры. Вот. Здесь есть... Ну, это, да, шеф-форматный печать. Здесь тоже там... Сидеть, работать. Там прототипами для своих проектов. На всякими штуках. Можно заказывать у нас отдельно, там, детали, чертежи. Здесь не конфетируем ребят, которые там ничего-нибудь строят. Вот. Печатаем прототипы на 3D принтере. Иногда всякие там игрушки тоже. Сувенир. Да. Ну, например, там корпус для, чехол для Go Pro или там всякие деталюшки. Половина бублика. Нет, это крышка. А вот эта? А, это половина бублика. Четвертинка. Четвертинка. Да, это четвертинка бублика. Мы будем с неё делать, вот, копировать её. Я не знаю. Это важный. Половина бублика. Это важно. Здесь сейчас мы насытили техникой. Здесь уже там вот что-то делают. Какие-то и творческие штуки, или иногда вещи там, сувениры для социальных проектов, или ещё какие-то штуки. Но сейчас ребята будут проводить много мероприятий, посвященных там робототехнике и всё остальное. Вот это так. Вот они, например, сделали этот потрясающий макет. Вашего. Здесь вот только нет Андерхана. Где мы, собственно, сейчас. Всё остальное есть. Вот это, если коротко, вся экскурсия. А там, на втором идём.